Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон, вы на моем канале и сегодня мы приготовим просто фантастический, невероятный и незабываемый гороховый суп с копченостями. Сегодня у меня вот такие потрясающие домашние копченые ребрышки и рулька от магазина от Фермера Еда. От Фермера Еда это молодой интернет-магазин, который доставляет фермерские продукты из Рязанской, Владимирской и Тверской областей прямо к вам в дом. Ассортимент постоянно пополняется в зависимости от пожеланий своих покупателей. Поэтому если вы хотите попробовать качественную молочку, мясо, птицу, яйца, то обращайтесь по ссылочке в описании, а мы начинаем готовить. Первое, с чего начинается хороший суп, это наваристый бульон и мне есть из чего его сварить. Как я и сказал, копченые ребрышки и копченый рулька будут отличным началом для того, чтобы начать готовить гороховый суп. Закладываем их в воду, у меня здесь примерно 3,5 литра воды, включаем на слабый огонь и доводим до кипения. Рульку я опускаю прямо целиком, она у меня без кости, а ребрышки для удобства сразу нарежу, чтобы они лучше вываривались. И в бульон уходил весь аромат из костей. Вы только посмотрите, какое шикарное мясо. А вот эти замечательные охотничьи колбаски я не буду пласть в бульон. Мы будем на их основе делать зажарку для нашего супа, поэтому их измельчаю мелким кубиком. Разрезаем колбаску напополам, потом еще напополам, чтобы у нас все ингредиенты, картофель, горох, были примерно одного размера. Тем временем вода у нас закипела, мы все еще не добавляем туда соль. Я сейчас переставлю ее назад на плиту, чтобы нам кастрюля не мешалась, и мы начинаем готовить зажарку. Ну что, друзья, прошел час, как наши ребра и рулька варятся, самое время их вытаскивать и закидывать горох. В середине варки я еще вспомнил, что у меня есть ноги от петрушки и укропа, я их тоже забросила, они дают дополнительный аромат. И теперь мы аккуратненько вынимаем мясо. Далью обратно немного воды, чтобы у нас снова стало 3 литра бульона. Мясо даем немного остыть, так его будет проще разобрать от костей и нарезать на удобные кубики. А мы засыпаем горох. Горох на гороховый суп берут за расчета 1 в 10, то есть на 3 литра воды у меня будет 300 грамм гороха. Колотого, промытого, высушенного. Я его заранее не замачиваю. И отправляем его в вариться. Горох будет вариться примерно 40 минут до полуготовности, поэтому я опять отставляю кастрюлю назад, а мы подготовим зажарку. При этом не забывайте, что в горохе много белка, поэтому он тоже будет пениться. Эту пену периодически также убираем. А морковь и лук нарезаем мелким кубиком. Начну с репчатого лука. И морковь тоже нарезаю кубиками, чтобы у нас все ингредиенты были одного формата. Отлично. И теперь, для того, чтобы наша зажарка приобрела невероятный вкус, первым делом мы будем обжаривать наши охотничьи колбаски. На холодную сковородку их отправляем, из них будет вытапливаться жир. И на этом жиру мы уже будем жарить и лук, и морковку. Начинаем нагревать сковородку. И отправляем туда колбаски. Видите, из колбаски уже начинает вытапливаться первый жирочек. В этот момент ваша квартира по второму разу начинает наполняться копчеными ароматами. Тем временем, наша колбаска готова, и мы можем отправлять туда жариться лук. Великолепно. Для супа нам не нужно зажаривать лук до темно-коричневого цвета. Достаточно, чтобы он чуть-чуть прихватился и начал карамелизоваться немножко. И слегка уменьшился в объемах. Станем такой полупрозрачный. И можно добавлять морковь. Аккуратно снимаем гороховую пену. Красота. И отправляем морковь. Ее тоже нужно немножко прихватить до легкого размягчения. А пока у нас поджаривается морковка, лук и колбаски, мы можем порезать картофель небольшими кубиками. Нам нужно примерно 3-4 штучки. Кто-то не добавляет картофеля вовсе, но мне кажется, он нужен в гороховом супе. Нарезаем брусочками. И затем кубиком. Отлично. Этого количества картофеля будет вполне достаточно. И наша зажарка готова. Посмотрите, какая она красивая. При этом мы не добавляли никакого дополнительного масла. Все обжаривалось чисто на колбасках. Пускай пока остывает, а мы разделаем мясо. Берем нашу сочную ароматную рульку. Смотрите, какой сок. Ребрышки ее будем нарезать кубиками по размеру нашему супу. У нас прошло 30 минут. Горох на полуготовности. Это значит, что мы можем забрасывать наш картофель. После этого варим еще 15 минут. Отправляем вариться. Ну что, друзья, самое время добавлять зажарку, рульку, ребра. И уже в этот момент можно будет попробовать, если требуется, посолить. Потому что, в принципе, мы сейчас будем добавлять достаточно соленые ингредиенты. Отправляем лук, морковку, колбаски. И, конечно же, все наше мясо. Обязательно пробуем, прежде чем посолить. Совсем чуть-чуть. Буквально 1 треть столовой ложки. И немного черного перца. Солью и перцем выводите по вкусу так, чтобы вам нравилось. Перфекто. И теперь нам нужно еще немного свежей зелени. Добавлять мы ее будем не сейчас, минут через 5. И мне еще нравится добавлять чеснок. Но если мы добавим чеснок, то этот суп будет храниться максимум 2 дня. Поэтому я люблю его добавлять уже отдельно в тарелку. Сейчас не буду этого делать. Зато мы измельчим зелень. Немного свежей петрушки и укропа будет очень кстати. Добавляем в суп. Перемешали. И выключаем. Дадим супу настояться минут 10-15. И можно подавать к столу. Вот это вкуснотень. Как много мяса, как ароматно и красиво. Суп с таким количеством мяса, это точно мой формат. Давайте пробовать. Тепло, ароматно, душевно. То, чего ты ожидаешь от хорошего горохового супа. Такой порции можно спокойно естся на обед. Не нужно никакого ни второго, ни гарнира. Хорошую тарелочку такого супа. И до вечера можешь быть свободен. Мне нравится сборная солянка из трех видов мяса. Тем, что я по отдельности чувствую и охотничьи колбаски, и рульку, и ребрышки. И за счет того, что была кость от ребрышек, бульон получается очень насыщенным и ароматным. Морковка, лук, все это по отдельности дает свою сладость. Ну и, конечно же, главный герой этого супа. Горох получился разваренным, но при этом не превратился в кашу или в пюре. В общем, такой суп точно по мне. И вам рекомендую приготовить. Ну а с вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте ваши лайки, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на инстаграм, чтобы узнавать первыми о выходе новых роликов. И до скорых встреч. Пока.